В этом году жители воздвиженки Виталий Баганов вспахал свои 20 соток с трудом. Тракторный огород заводили через чужой участок без разрешения хозяина. Также поступили еще несколько соседей. Дело в том, что проезд, которым до этого пользовались много лет, теперь зажат высокими заборами собственников. С двух сторон зажали, из 6 метров проезда осталось 2,8. Ни техника, ничего не проедет через этот проезд. Вынуждены были проезжать через участок, который сейчас не используется. В этом году проехали на огороды, а что делать в следующем? Старая дорога была неразграничена землей, часть которой один из собственников захватил самовольно. Уссурийской администрации обнаружила нарушение, и хозяин забора устранил его. Он предпочел не сносить ограждение, а приобрел лишнюю землю в собственность. Теперь заборы перекрывают бывший проезд строго по закону, так как на официальных схемах чиновников эта дорога просто не значилась. Официально там никогда никакого проезда не было, то есть не было наименования, он не был включен в реестр муниципального имущества. В настоящее время, согласно действующего законодательства на территории Российской Федерации, данные граждане в полном праве имели оформить данную часть земельного участка. Виталий Баганов работает на этой земле уже 20 лет. Такой ситуации представить себе не мог. По факту проезд к огороду все же есть. С улицы Заречной можно зайти во двор. Однако никто из местных жителей не предполагал, что придется пускать тяжелую технику по садовым дорожкам. Проезд-то был там, подъезды с той стороны. Проезды загородили деревьями, строительством, надворными постройками. Сегодня проехать с улицы Заречной невозможно. Архитектура говорила, мы делайте, я говорю, придите, сделайте. Вырубите мне деревья, снесите надворные постройки. Специалисты администрации связались с хозяйкой заброшенного участка, через который сейчас проезжают землепашцы. В скором времени гражданка собирается оградить свою землю и начать строить дом. Тогда сразу несколько местных огородников могут остаться без урожая. Евгений Талов, Анатолий Молчанов, Телемикс.